На Украине практически завершен подсчет голосов на президентских выборах. Борьбу за высший пост продолжат Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Юлия Тимошенко сошла с дистанции и, похоже, смирилась с поражением. В репортаже Валентины Соловьевой. Заявление украинских политиков, которые пытаются осмыслить новую расстановку сил. Беда на Украине очень большая. И я считаю, что ни один из кандидатов, который по решению ЦИК находится во втором туре, не справится с этими вызовами. Она не стала махать кулаками после драки, оспаривать свое поражение в президентской битве. Украинские суды, заявила Юлия Тимошенко у президента Карманные. И при этом публично не поддержала ни одного из кандидатов. Судя по всему, украинцы не увидят и дебатов. Какой вопрос Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может он с Коломойским устроит дебаты? Я не вижу смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен взглядами по программам. А вот заочные столкновения между Зеленским и Порошенко начались давно. Президента с 2014 года высмеивают шоу «Квартал 95». В пародиях у главы Украины всё валится из рук, и даже солнце при нём падает. Возможно, друзья, я ничего не понимаю в экономике и в социальной сфере. Но, с другой стороны, за пять лет передачи «Размеши комика» я дал пенсионерам больше денег, чем всё наше правительство. С коррупцией, кстати, я знаю, как бороться. Мне проще всех. Я знаю её в лицо. Я часто выступаю у них на корпоративах, днях рождения, свадьбах. Пару раз даже вёл похороны. При этом серьёзной программы у Зеленского нет. Его за это сегодня упрекнули в правящей партии Германии. Заявление скорее напоминает ультиматум. Зеленский должен в течение следующих трёх недель до голосования конкретно указать, за что он выступает и какая команда политиков будет его поддерживать. Украина в тяжёлой экономической и социальной ситуации не может позволить себе полагаться на неопытное руководство в конфликте с Россией. Вот позиция Зеленского из его интервью. Огонь в Донбассе он считает нужно остановить любым способом и согласен на диалог с Россией. Никуда не уйдёшь. Конечно же, нужно говорить с представителями Российской Федерации. Выступает против запрета русского языка. Он сам преимущественно на нём говорит, а также за евроинтеграцию. Однако при этом поясняет, нужно спросить украинцев. Должен быть референдум. Украинцы должны решать, куда они вступают. В тот или иной союз. То политическое решение, которое сейчас было принято у нас, вы знаете, да, в Конституции Украины, что мы движемся в ЕС и в НАТО, я считаю, что оно было просто предвыборным. Всё это резко контрастирует с риторикой Порошенко, у которого на повторе пластинка о прощании с Москвой. Это остаточный прощавай Радянскому Союзу. Это остаточный прощавай Радянской империи. А это остаточный прощавай Радянской Российской империи. В украинском сегменте соцсетей на этом фоне уже второй день. Истерика, перепалка между парохоботами, так окрестили ярых сторонников Порошенко, и избирателями Зеленского чаще нецензурная. Сказать, что против действующего президента голосовала ВАТО, это заниматься самообманом. Претензии и разочарования не море, их океан. Многие говорят, что это, мол, протестный электорат. Поконники Зеленского, вы протестный электорат? Мы покажем вам протест. Зеленского нужно мочить теми же способами, что мочили Порошенко. Порошенко тем временем уже поздравляют в Европе с выходом во второй тур. Поддержка пришла от Дональда Туска и Ангелу Меркель. Президент даже перед выборами засобирался в Германию. Ведь в западной прессе его, похоже, списывают со счетов. Нью-Йорк Таймс подчеркивает. Новоявленный кандидат нанес удар по политической элите Украины в первом туре президентских выборов. Это яростный упрек электората, уставшего от отсутствия перемен в стране, в которой доминируют богатые бизнесмены. Британское издание Independent пишет. Было бы справедливо отметить, что мнения о Зеленском резко разделились. С одной стороны, те, кто утверждает, что все равно должно быть лучше ледникового темпа перемен и повальной коррупции, которую руководил Порошенко. В то же время многие, особенно высокообразованные украинцы в стране и за рубежом, считают Зеленского очередным популистом, извлекающим выгоду из своей славы. Шпигель отмечает, с момента распада СССР украинцы обнищали. За 30 лет практически не было экономического роста. Революция должна была изменить это. Но ключевые области прочно остаются в руках олигархов. Как это может быть? Вы мало знаете об Украине? Нет проблем. Вы можете интуитивно понять, что что-то принципиально неправильно в стране. И это на десятилетия. И сегодня мы твердо верим, что Господь не оставит нас. Господь подчует нашу молитву. Молитву верных. За победу на выборах Петр Порошенко, к слову, молился не в созданной им церкви, а у баптистов. Помогут ли молитвы оставить эту инаугурацию Зеленского только в кино, станет известно 21 апреля. Валентина Соловьева, Дмитрий Синицын, Илья Журавлев и Наталья Литовко. Первый канал.